Всем привет, с вами Прия. Сегодня я не один, а в приятной компании чудесного человека. Я бы не сказал так. Всем привет. Так вот, сегодня мы обсудим одну интересную вещицу, а именно изменение услуги «Пригласи друга». Recruit a Friends, как говорится. Итак, основное изменение, которое введет многих игроков в шок, так это то, что с сегодняшнего дня прибавка к опыту составляет не 200%, а всего лишь 50%. Вдумайтесь внимательно. К примеру, обычные игроки получали за выполнение задания 1000 опыта. Вы, играя вместе со своим другом, получали и 1000 опыта, а 3000 опыта. Плюс 200% — все вполне логично и математически объясняемо. А теперь же плюс 50%, то есть это 1500 опыта. Сравните 3000 опыта и 1500 опыта. Разница в два раза. Также теперь прибавки к опыту, полученные за счет наследованных предметов, не будут суммироваться с прибавкой от программы «Пригласи друга». Мы получаем усложненный кач, с которым играть в эту игру становится труднее. Что скажешь, Слейти, по этому поводу? Это возвращение вонил. Только я не понимаю, зачем усложнять кач в 2018 году, блядь, если нужно усложнять текущую... У нас культурный контент. Ну, да. Так вот, на самом деле, мой оппонент говорит все верно. И действительно, кач — это такое место, такое, скажем так, времяпрепровождение, которое должно человеку нравиться, а не которое должно рано или поздно надоедать. Да, весьма неплохо сделали то, что теперь можно, к примеру, ну, если мы откроем карту, то, к примеру, бесплодные земли с 40 до 60 левела, а раньше они, по-моему, были там что-то 42-го, 47-го. То есть все локации были по 5 левелов, и вам сразу же приходилось, как только вы придете в эту локацию, вам приходилось сразу же, можно сказать, ее менять. А теперь в этом никакой нужды нету, и вы висите в ней подольше. Но то, что от «Пригласи друга» так сильно урезали опыт, это очень странно и внезапно. Я не знаю, чего хотят добиться Близзард этими действиями, на самом деле. Но что-то как-то... Действия не совсем верные. Вот я понимаю, усложнили бы, допустим, если они хотят реально усложнить эту игру, то усложнили бы подземелья на высоком уровне, усложнили бы рейды, усложнили процессы одевания. А что сейчас с процессы одевания? Их очень много на самом деле. Можете даже видосик, кстати, глянуть, с которым я рассказывал о том, как нормально так можно эквипс выапнуть, и вы очень много для себя узнаете. Так что как-то так. Может, у тебя еще какие мысли появились, пока я монолог свой вел? Да, вроде никаких. Но, в принципе, если так насудить, то это действительно возвращение ванилу, которую они хотят же так же вернуть. Ну да, кстати, ванилы сервера уже будут открываться. Только я не понимаю, зачем это усложнять. Какой толк? Чтобы люди больше проводили времени в игре и наслаждались этой чудесной атмосферой. Как писали насчет полетов-то? Ты вспомни. Мы не даем полеты игрокам сразу с целью того, чтобы они восхищались теми текстурами, на которые наши художники тратили время. Я помню, я это читал прямо на стриме, и меня это весьма позабавило. Мне скинули эту статейку прямо через пару-тройку дней после выхода «Легиона», когда все начали задаваться вопросом, а где же полеты? И вот я наткнулся на это дело. Ладно уж, всех вам благ, как говорится, там, счастья, здоровья. А что, Слэйти, ты стримишь вообще? Есть у тебя что-нибудь? Да, конечно, стример из меня. Короче, ничего он не стримит. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. До скорого.